Есть одна игра, которую сам её автор назвал проклятой. Вернее, не совсем игра, строго говоря, это мод к игре Doom. Не к этой. И не к этой. Вот к этому старичку из 90-х. Несмотря на возраст, количество модов и дополнительных уровней к нему просто зашкаливает. Но это творение особенное. Наткнулся я на него случайно и поначалу решил, что быстренько с ним разберусь и даже записал было целый кусок видео в этой шутливо-глумливой манере. Типа... После этой игры вас охватит грусть, безысходность, депрессия, отчаяние, вы потеряете сон, аппетит, у вас выпадут волосы и отвалятся яички. Ладно, это я уже выдумал. О чём впоследствии несколько пожалел. В общем, пока я из прошлого пытаюсь умничать... Прежде чем в неё сыграть, надо прочесть целый дневник, а ещё вот такую толстенную книгу, иначе вы будете не в теме и не поймёте кучу отсылок. Да-да, бухти-бухти. В общем, я из настоящего попытаюсь рассказать вам, что к чему. Итак, мод был выложен относительно недавно, 3 марта 2023 года, на форуме Doom World. В посте автора сказано, что прошлым летом умер его друг детства, и среди его вещей обнаружилась дискета с его собственным уровнем для Doom, который он делал давным-давно. Автор доработал этот уровень в современном билдере и выложил в память о своём друге. Сам уровень, судя по всему, представлял собой копию его дома. В тексте была ссылка на его с другом совместное фото, которое, если честно, выглядит скорее как творчество нейросети, чем настоящая фотография. А, минуточку, я сейчас посмотрю, я там уже дошёл до самой игры или ещё нет. Блин, как во всём этом разобраться? Нелегко ставить старые игры на новую винду. Чёрт, я слишком стар для этого дерьма. А, ну, бухти дальше. Так вот, вторая ссылка вела на файлы игры. Там были ещё разные фотографии и, судя по всему, дневник. Но я сперва не стал в них всматриваться. И только прочёл файл описания, который меня несколько озадачил. Среди прочего, там было написано примерно следующее. Я пытался её удалить. Я не хотел загружать её в интернет. Но она живёт своей жизнью. Она довела меня до бессонницы, до паранойи. Она поглотила меня целиком. Не дайте ей поглотить вас. Удалите её. Не показывайте другим. Она захочет погрузить вас в печаль, одиночество, безысходность. Не дайте ей победить. Не играйте в неё. Не надо. Меня не испугало это предостережение. В конце концов, сам Джон Ромеро сыграл в этот мод и вовсе не впал в печаль, одиночество, безысходность. Наверное. Я ещё не смотрел. Однако я был готов поверить, что автору не давали покоя какие-то личные внутренние демоны. И его творчество стало попыткой их одолеть. Наверное. Возможно, это всё было чисто ради хайпа. И судя по реакции тех, кто сыграл, хайп очевидно удался. Но на одной легенде об умершем друге и каком-то проклятии много не нахайпуешь. В самом этом уровне очевидно должно быть что-то эдакое, что цепляет людей. И я захотел его заценить. Мне стало интересно, настолько ли страшны чьи-то внутренние демоны, как мои собственные. И вот я очутился во дворе перед домом. Это что, мой дом? Я бы от такого не отказался. Ой, соседей нет, вообще красота. На первый взгляд ничего особенного. И на второй. И на третий. Обычные вертикальные двери из дума, обычные монстры из дума. Сам дом сделан довольно хорошо, с вниманием к деталям. Даже с первым плейстейшеном. Я был на чеку, все ожидая какого-нибудь подвоха. Или чего-нибудь эдакого, что погрузило бы меня в печаль и безысходность. Эх, они засрали все унитазы. Но пока все было вполне безобидно. Я быстро обошел все комнаты, где надо было найти ключ, чтобы найти ключ, чтобы найти ключ и... Так, это все что ли? Че-то от такого распиаренного мода я ожидал большего. И как ни странно, уровень был пройден. Дальше пошел самый обычный дум. И, решив вспомнить детство, жалея об ушедших годах, я прошел следующий уровень. Правда, в детстве он у меня тормозил, но об этом я жалеть не стал. И, как ни странно, снова вернулся в дом. Тут мой выдающийся интеллект начал мне подсказывать, что я, наверное, что-то здесь пропустил. И я решил посмотреть на карту уровня. Хы, карты нет? Прикольно. А, один секрет. Хотите сказать, пока я не найду секрет? Не считается? Так, вызов принят. Я прошелся по всему дому еще раз, нашел ключ, чтобы найти ключ, чтобы найти ключ, чтобы... Эм... И тут я заметил кое-что новое. Загадочный артефакт. Вернее, те, кто играл в Doom, знают, что это просто-напросто мега аптечка. Плюс 100 здоровья. Но все же вещь полезная. Я захотел ее подобрать. Слышьте, я карту разгадал, я секрет нашел. И тут мой глумливый настрой начал куда-то улетучиваться. Почуяв неладное, я посмотрел еще раз в окно. Потом еще раз вышел. Потом опять посмотрел в окно. Что-то было не так. Даже не то, что артефакт было видно только в окно, это само собой. Я смутно припоминал, как в самом начале обходил вокруг дома и не видел внизу окон. Того окна, в которое я сейчас смотрел, снаружи просто не было. Тогда я решил, наконец, пойти туда, куда, собственно, напрашивалось. К артефакту, который так и не появился. Зато появились новые окна. А в окнах... Новые жители дома. Или, возможно, это воскресли старые. Все комнаты, которые я зачищал, выглядели так, как будто меня там никогда не было. Я приготовился исправлять такую несправедливость. И тут заметил, что в доме поменялись не только окна. Двери теперь открывались, как обычные двери. Плейстейшн сменился на Иксбокс. Добавилась новая порция ключей. Новые монстры, которые все так же загадили унитазы. Но в остальном все было то же самое. Зачистить все комнаты, найти ключ, чтобы найти ключ, чтобы попасть на внезапно появившийся чердак. И найти там ключ. Я приготовился идти на выход, чтобы проверить, не ждет ли меня там что-то новое. Но с выходом возникло небольшое затруднение. Его больше не было. Двери наружу исчезли. Я вспомнил про дверь в гараж из подвала. Но и она куда-то благополучно подевалась. Я оказался заперт в доме. Какое-то время я тупо бродил по комнатам, пытаясь отыскать какой-нибудь секретный проход. И вскоре действительно набрел на новую дверь. Вот только... Я плохо помнил геометрию. Но что-то мне подсказывало, что она так не работает. Внутри комната выглядела вполне нормально, хотя несколько выбивалась из общего стиля. А еще в ней оказалась банка Пепси, которую можно было подобрать. Больше делать в ней, судя по всему, было нечего. Я вышел и увидел еще одну дверь. Похоже, новые комнаты здесь размножались, совершенно не заботясь о том, что налезают прямо на старые. Внутри меня ждал дизайнерский ремонт и молочный коктейль. Который тоже можно было подобрать. Не понимая, куда именно здесь можно применить эти загадочные предметы, я вышел, ожидая увидеть третью дверь. Но нет, вместо этого исчезла первая. В остальных помещениях все вроде было без изменений. Я все так же был заперт в доме. И тут, возле того места, где должен быть выход, послышался звук чего-то неисправного. Я спустился вниз, заглянул в подвал, во все комнаты, но нет, звук исходил не оттуда. И тут я обнаружил еще одно новое потайное помещение, в котором почему-то были кошачьи платки и какой-то электрощиток. Я что-то нажал, и все исчезло. Свет погас, дом наполнился криками и новыми монстрами. Снаружи дела, похоже, шли не сильно лучше, чем внутри. Идти наверх мне не очень хотелось, но выбора особо не было. Как только я поднялся по лестнице, крики сразу затихли, но большого облегчения мне это не принесло. Верхний этаж был наполовину спепелен. Сквозь остатки крыши проглядывали кровавые облака. Ах да, выхода по-прежнему не было. Побродив по остаткам комнат, я подобрал еще кое-какие предметы. И решил снова обыскать подвал. Но тут в подвале что-то изменилось. Он как-то сильно посерел. И пейзаж за окном тоже. Наконец, в подвале снова возникла заветная дверь наружу, в гараж. Я поспешил ее открыть и вышел. Но облегчение мне это опять не принесло. Ну хорошо, подумал я, разглядывая бескрайние бетонные коробки в черной пустоте. Хорошо. Положимся эта история с проклятием не просто чей-то розыгрыш ради хайпа. Для розыгрыша тут приложено слишком много усилий. Кому-то очень хотелось, чтобы его историю восприняли всерьез. Я помнил про выложенный автором дневник, но пока еще не относился к его творчеству достаточно серьезно, чтобы его прочесть. Мне казалось, что если я сумею пройти его мод до конца, то читать что-то еще будет как бы незачем. Новые бетонные помещения, отделенные друг от друга перегородками, по форме были похожи на комнаты в доме. И здесь я тоже был не один. Хороший пёс. Эм, здрасте. До свидания. Я побродил по новому дому, и мне показалось, что он поделен на две части. В одной комнаты маленькие, а в другой большие комнаты. И не только комнаты. Я уже начал сомневаться, можно ли вообще победить этого Цербера. Но потратив почти все патроны, мне наконец это удалось. Со страшным ревом, исчадие ада было повержено. Какое-то время я ходил довольный собой, своими навыками кругового стрейфа, и тем, что нашел нычку с патронами, пока не наткнулся на хорошего пёсика. Вернее, то, что от него осталось. Я не понимал, почему, что произошло. Злой пёс никак не мог до него добраться, он был всё время у меня на виду. Мне оставалось только предположить, что они каким-то образом связаны, и если убить плохого, то умрёт и хороший. Тем временем мне попался новый предмет. А потом ещё один артефакт в соседнем окне. Значит, в этот дом всё-таки можно попасть? Как оказалось, можно. Правда, там не было других комнат, и всё, что я нашёл, это очередную мега-аптечку. Потом я задумался, как же мне попасть назад, и быстро понял, что никак. По-видимому, меня решили потроллить, чтобы я пожалел, что давно не сохранялся. Я приготовился после всех боевых подвигов погибнуть откровенно нелепым образом, и... По-видимому, умирать мне было рано. А может быть, я всё-таки умер, и меня продолжали троллить, заставляя ходить по бесконечным лестницам, которые никуда не вели. А может быть, и вели. Мне показалось, что я попал в рай. Но в этом раю было ещё скучнее, чем в том, который был в притче о Стэнли. Там хоть что-то менялось. Поэтому я решил попробовать вернуться на грешную землю. Побродив несколько минут по лестнице и подёргав все двери подряд, я увидел портал ВОРТ! Ну, на самом деле, нет. Я увидел проход назад в дом, в котором по-прежнему ничего не изменилось. И ни одно из тех необычных мест, где я побывал, не считалось за секрет. Оставалось продолжать поиски. Помещения в бетонной версии дома были довольно запутаны, и, казалось, привычные законы геометрии здесь тоже не работали. Несколько раз я падал в бездонные колодцы только для того, чтобы снова оказаться там же, где я был. Пробовал попасть в другие комнаты в соседнем доме, ходил по балкам, чтобы достать банку консервов. Еще я нашел собачью будку, от вида которой мне снова стало печально. Мои скитания вышли довольно долгими, я никак не мог запомнить планировку, все было как-то рядом и в то же время не там, где я ожидал. А как теперь добраться до выхода, я вообще понятия не имел. Разумеется, я мог посмотреть в чужие прохождения, которых был вагон, но мне не хотелось этого делать. Даже не из-за того, что я не хотел признавать поражение, или во мне взыграло тщеславие, я начал допускать, что возможно, возможно, автор хотел вложить в свое творение нечто важное. И чтобы это ощутить в полной мере, надо пройти весь путь самому. И да, это была комната с телевизором, который показывал сам себя, но больше ничего примечательного я там не нашел. Блуждая между двумя домами, я все сильнее чувствовал нечто среднее между недовольством, грустью, злостью и недоумением. Наконец, мне повезло набрести на полутемный проход, который вывел меня наружу. Но чувство облегчения мне это не принесло. Я оказался на крытой стоянке, которая зацикливалась на одном и том же месте. Единственным вариантом было зайти внутрь очередного помещения, которое оказалось аэропортом. других людей или монстров здесь не было. Ой, сигнализация что-то сработала. Наверное, мелочь забыл из карманов вытащить. Двери наружу были заперты. В списке рейсов значился один, где вместо города было написано «Домой», но он оказался отменен. Погуляв по залу, я зашел в мужской туалет, куда же без него, и увидел, что один из унитазов заполнен малиновым вареньем. «Нет». После мужского туалета естественно нельзя было не посетить женский, где я подобрал упаковку таблеток и увидел в зеркале, как кто-то измазал все стены тем же малиновым вареньем. Здесь я мысленно пошутил про надвигающийся ПМС, но вышло не очень весело. Ступив в сторону, я понял, что отражение начинает плавно перетекать в реальность. А выход оказался замурован. Я знал, что старенькая графика дума вряд ли сможет показать мне действительно страшный скример, но все же напрягся. И как оказалось не зря. варенье, 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 варенье. Стоило мне выйти, как туалет по волшебству очистился и заодно сменил пол. Самолет тем временем все еще стоял на месте и дверь на посадку была не заперта. Куда он мог лететь, я был без понятия, но оставаться здесь не очень хотелось, а других вариантов я не видел. Я зашел в самолет и мы полетели. Вернее, я полетел. В салоне кроме меня никого не было. Да и пилота в кабине тоже не было. Зато была большая красная кнопка. Видишь эту красную кнопку, парень? Никогда, не трогай красную кнопку. Я ее нажал и в самолете появились некие темные сущности. Разобравшись с ними, я прошел к задней двери, которая оказалась открыта. К тому времени я уже достаточно привык к тому, что мне приходится прыгать в бездонные колодцы, поэтому че собственно. Как говорится, если долго прыгать в бездну, бездна начнет прыгать в тебя. Нет, кажется, это звучало немного по-другому. и я снова оказался в доме. Но чувство облегчения мне это не принесло. Дом явно был заброшен после пожара, все поросло зеленью, но главное, в нем снова появились двери во двор. Я поспешил выйти и все исчезло. На месте дома стояла табличка о продаже недвижимости Невитсона. Невитсон был одним из главных героев книги «Дом листьев». Да и сама идея дома, в котором появляются лишние комнаты, была из этой же книги. Я приготовился идти на выход, но тут у меня закралось подозрение, что да действительно секрет по-прежнему не был найден, а значит я опять что-то пропустил. И вот я повторно проходил второй уровень дума, такой простой и понятный, и чувствовал, что мне придется здесь побывать еще не раз и даже не два. Но пока я здесь находился меня осенило. У этого уровня был свой секрет. Потайное помещение, куда можно было попасть нажав на нужную стену. И я понял, что ни разу не пытался повторить того же самого в доме. В самом деле, если я хочу найти секрет в моде для дума, мне надо действовать по правилам дума. Все стены, все шкафы и прочие объекты во всех комнатах надо было прощупать. И я начал щупать. что быстро позволило мне обнаружить кое-что новое. это работа не решился сразу пустить ее в ход. Это было упущение с моей стороны. больше однако прощупывание ничего не давало пока я не попал во вторую версию дома и тут я обнаружил что могу налить воды в раковину представляете зачем это нужно я понял только когда дошел до ванной как оказалось с каждой новой наполненной раковиной уровень воды в ванне поднимался делая плававшую в ней резиновую уточку немного доступнее и еще немного доступнее и еще доступнее и вот наконец я смог шагнуть в ванну и шагнуть то смог а вот вышагнуть из нее сразу не получилось я начал стремительно идти ко дну которая оказалась неожиданно глубоким мне не хотелось здесь оставаться я поспешил вынырнуть наружу но чувство облегчения мне это не принесло дом оказался затоплен кругом стояла вода сильно затрудняя движение выйти во двор было нельзя я кое-как пробрался в подвал но и там вроде как делать было нечего вроде как нечего и нет это все еще не был секрет я стоял посреди бассейна по которому гуляли какие-то призраки он чем-то напоминал очертаниями дом а посредине зияла огромная дыра на дне которой я заметил черную точку недолго думая я решил прыгнуть и попал в уже знакомое место вернувшись уже известным путем в дом я подобрал аптечку и тут заметил рисунок на стене на который раньше не обращал внимания восемь квадратов в двух рамочках два квадрата заполнены по-видимому подобранными ранее предметами по крайней мере в одном квадрате точно угадывалось пепси и только тут я начал смутно осознавать что именно от меня хотят мне надо собрать восемь предметов но любых или каких-то особенных почему здесь нет резиновой уточки не все было понятно но нужно было идти дальше а дальше оставалось только снова сжечь дом картина с квадратами пожар по-видимому не пережила я не мог проверить считаются ли предметы подобранные после него затем я снова оказался в бетонной коробке и мне пришла в голову жуткая мысль если две собаки живущие здесь в самом деле как-то связаны если со смертью плохой погибает и хорошая то работает ли это наоборот как оказалось действительно работает убить хорошую значит в то же время убить и плохую по всей видимости это должно было значить что они в каком-то смысле представляют собой одно существо в двух лицах я не знал что об этом думать но я помнил цитату из все той же книги дом листьев оказываясь в местах детства мы почти всегда замечаем как они съежились то есть это значит что большая и малая половина здесь это как бы символизирует детское и взрослое восприятие одного и того же короче это значит что если я хочу чтобы хороший песик выжил то злого пса лучше не трогать вообще а это несколько осложняет перемещение по дому которое и так было нелегким по-видимому автору нравилось осложнять людям жизнь разными изощренными способами с очередной попытки я опять попал в комнату с телевизором пощупал его но ничего так и не произошло дальше все повторялось без изменений прыжки в колодцы выход в аэропорт малиновое варенье самолет прыжок из самолета и снова покинутый после пожара дом все было как в прошлый раз а значит я что-то упустил и был обречен скитаться между двумя уровнями до тех пор пока не найду ответ или не сдамся я размышлял где мог сделать ошибку по-видимому я слишком рано покинул бассейн ведь там еще оставались не исследованные места что ж это исправить было не трудно но сначала и так я благополучно затопил дом проник в бассейн и принялся изучать раздевалки и душевые они здесь образовывали какие-то странные коридоры и в них тоже легко было запутаться мне удалось найти еще один бассейн который уже был занят я размышлял надо ли мне туда лезть но тут увидел в воде какой-то предмет и понял что лезть придется справиться с рыбиной неспособной вылезти из воды было не трудно но стоило мне подобрать эээ что это игральный кубик как она внезапно решила повторить сцену из фильма пираньи но нет все обошлось затем я еще долго блуждал пытаясь найти что-нибудь новое но безуспешно вернуться в дом у меня тоже не вышло в конце концов я потерял терпение и пошел проторенным путем в доме все было по-прежнему и дальше оставалось только снова сжечь не что-то было не так наверняка я снова что-то упусть я точно помнил что прежде ничего подобного за этой дверью не было и вновь это слишком напоминало дом листьев где было описание целого темного лабиринта в доме который тянулся на многие километры и куда снаряжали целые экспедиции на несколько дней проводить здесь столько времени мне не сильно хотелось но чем дальше я углублялся в лабиринт тем безнадежнее выглядело мое положение и тем более жуткой и гнетущей становилась атмосфера этих темных залов и коридоров больше всего меня раздражало то что здесь не было ничего полезного ни одного нового предмета ничего стоящего как будто весь лабиринт был сделан в насмешку над теми кого угораздит в него зайти в итоге я все таки снова потерял терпение и решил ввести чит код который позволял проходить сквозь стены в консоли появилась предупреждающая надпись но я не придал ей большого значения и бодро зашагал в в ну конечно же конечно же куда же без этого подобному месту здесь самое место если кто-то не понимает о чем я погуглите про бэкрумс или закулисье этот лабиринт выглядел поменьше чем предыдущий и довольно быстро коридоры начали повторяться однако здесь я оказался не один злой дух здешнего места проходил сквозь стены и очень больно кусался недолго думая я попробовал разобраться с ним старым дедовским способом но быстро об этом пожалел хотя с другой стороны теперь я мог спокойно загрузить последнее сохранение не попадать больше в этот злосчастный коридор и вот пока я собирался силами и готовился к новому походу что-то произошло что-то чего не должно происходить в думе экран потемнел а потом я услышал вот это как будто я оказался в больнице и да в самом деле в очень странной больнице где замурованы окна я вышел в коридор во всех палатах на первый взгляд было пусто побродив по коридору я нашел ключ а вскоре нашел и дверь которая им открывалась с затертым номером из которой доносился звук печали ээээ внезапно что похоже я каким-то образом пришел в палату сам к себе и оживил сам себя не важно главное бежать подальше второго шанса на чудесное спасение может и не быть несмотря на окажущееся однообразие в здешнем закулисье все же были кое-какие заметные ориентиры опираясь на них я постарался насколько мог исследовать разные направления и... о чудо не думал что буду так рад увидеть эту лестницу снова о боже родной дом о какое счастье эээээ немного подлечившись я начал вспоминать на чем же остановился и тут мне пришло в голову вот что раз один из чит-кодов приводит к такому неожиданному эффекту может быть и другие чит-коды дадут что-то интересное я ввел код на бессмертие после чего получил новое сообщение где говорилось про зеркало на чердаке хм а если ввести код повторно еще одна явная подсказка по-видимому дом лучше не сжигать ну звучит очевидно но что тогда делать до сих пор у меня не было другого пути впрочем на чердак явно стоило взглянуть по-видимому я что-то там пропустил ведь я не помнил чтобы там было зеркало но да оно там было просто оно было накрыто и все это время я не догадывался изучить его поближе в нем отражался какой-то предмет похожий на елочную игрушку на том месте где я раньше подбирал синий ключ но что это значило как мне подобрать то что есть только в отражении я снова принялся прощупывать дом как оказалось зеленая футболка в шкафу дает мне броню а бойлер в подвале открывает проход в бетонный дом не вызывая при этом пожар казалось что я наконец-то на верном пути пока я не захотел подобрать мегасферу вернулся обратно в дом и обнаружил что секретный проход можно открыть только один раз что ж очередной виток явно оказался запорот а значит ах щит и мы снова итак что мне было известно фактически дом служил эдаким предбанником в целый ряд скрытых помещений или домов или даже возможно целых миров по которым были разбросаны разные предметы и я должен был отыскать их все вернее не совсем в какие-то места лучше было не попадать и вот я повторял знакомый маршрут как вдруг в очередной раз понял что был невнимателен на дне бассейна оказался узкий проход размышлять было некогда я нырнул проход был запутанным и чуть не стоил мне перезагрузки но я все же выбрался впрочем как обычно чувство облегчения мне это не принесло с трудом разобравшись с монстрами я пошел по подвешенной в небе дороге как тут оказалось что меня поджидала засада от неожиданности я сорвался вниз и ну вы поняли второй раз нырнуть в ванну оказалось нельзя а значит путь в бассейн был для меня закрыт пришлось все таки перезагружаться опять проходим к бассейну о все таки какие то из шкафчиков открываются запас патронов полезная вещь в этот раз я был проворнее и смог вынырнуть без потери здоровья если кто не понял почему мне так трудно увернуться от вражеских фаерболов они самонаводящиеся и похоже это надолго дорога была героически преодолена и что то мне это место смутно знакомо комната с телевизором все не давало мне покоя неужели в ней нет ничего стоящего как оказалось у телевизора можно выдернуть кабель после чего воцарялась полная темнота я воткнул его обратно хайпанем немножечко но сигнал больше не появлялся зато внезапно включились все остальные телевизоры в доме правда это ни на что больше не влияло и так мне казалось что я наконец то все делаю правильно я собрал все предметы в бетонном доме предметы в аэропорту прошел самолет и снова вернулся сюда теперь дом был целый но тем не менее он выглядел заброшенным исчезли разные вещи мебель и собрал я как оказалось далеко не все я тем не менее думал что сейчас можно будет пройти еще куда-нибудь но увы стоило мне выйти во двор как последовал знакомый финал к этому времени я в самом деле начинал ощущать печаль и безысходность как и предупреждал автор проклятие этого дома по видимому состояло в том что он был непроходимым привычная мне логика здесь не работала и многие находки открылись скорее чисто случайно я боялся что могу пройти мимо очередного тайного прохода в одном шаге и просто его не заметить мне никак не давал покоя этот островок на котором можно было что-то разглядеть но вот дорогу туда разглядеть нельзя было ни за что я столько раз пытался найти телепорт на него из других комнат а потом проходя здесь в очередной раз увидел вот это убитый монстр почему-то отказался падать вниз и завис в воздухе я не мог поверить что решение было настолько простым и да действительно дорога была прямо передо мной она просто оказалась невидимой так глупо я себя здесь еще не чувствовал но даже теперь предметов все равно не хватало если допустить что после прыжка в ванну я собрал все что можно а цепочка перемещений которую этот прыжок запускал без вариантов заканчивалась пустым домом то недостающие предметы надо было искать где-то до ванной но где Мои подозрения естественно падали на зеркало на чердаке но как оказалось после долгих брожень брожде брожде короче разгадка скрывалась совсем в другом зеркале заглянув сюда в очередной раз я краем глаза заметил в зеркале отражение монстра из кухни вот только живых монстров в кухне давно уже не было беспорядочно давя на кнопки я сумел залезть на умывальник и шагнуть в зеркало внутри оказалась копия всего дома в зеркальном отражении вся планировка была зеркальной монстры были отражены зеркально все звуки ээээ звучали задом наперёд но главное зеркальный дом имел свой отдельный набор из восьми предметов которые не совпадали с обычным домом а значит всего предметов было шестнадцать мне стало нехорошо проклятие было реальным и оно на меня действовало все сильнее я уже жалел что вообще скачал этот мод и что мое самолюбие никак не давало мне просто прочесть полное прохождение на вики серьезно ну сказал бы честно ну не смог я сам пройти подумаешь в общем я принялся за поиски и даже сразу нашел кое-что полезное но мое внимание быстро отвлекли двери наружу они здесь были в отличии от обычного так сказать дома я был не запер а во дворе здесь был свой отдельный выход я сразу же попробовал выйти и снова оказался на втором уровне дума только зеркальным после чего ожидаемо вернулся в зеркальный дом да музыка здесь тоже играет задом наперед чтобы попасть на чердак нужен был красный ключ но за ним надо было идти через зеркало назад в обычный дом на чердаке оказалась та самая елочная игрушка и детская бутылочка с намеком на какую-то печальную историю подобрав их я вернулся назад и увидел что на полу появились воздушные шарики которые вели в одну из комнат внизу упав в очередной колодец и приземлившись на кучу воздушных шариков вообще это на самом деле должно было звучать как-то так я оказался в детском саду какой отвратительный шрек не я понимаю шрек как бы должен быть страшным но все комнаты здесь опять повторяли дом я отыскал еще пару предметов и увидел кое-что пострашнее шрека клоунский костюм выхода нигде не было видно я вернулся в зал проверить все еще раз и увидел что шрек куда-то исчез наверное обиделся на меня и ушел погулять а вот этой двери я не помнил за ней оказалась детская площадка мне стало интересно нельзя ли здесь покататься на карусели как вдруг внезапно мои размышления прервал кулак шрека заехавший мне по уху и тут убежите сверкая пятками как оказалось он реально вышел погулять разделавшись с ним я подобрал ключ от ворот и еще детскую игрушку ворота открылись впустив меня назад в дом который все еще был заперт может быть теперь уж я наконец-то на правильном пути пожалуйста можно 3 часа не спрашивайте меня как это получилось но таки да это тот самый это бфг 9000 я о нем читала но не видела но бойцы его так не называют а как называют большой фекальный говномет итак я вновь совершил полный круг и вернулся в дом который на сей раз не был заброшен у меня забегали мурашки неужели неужели получилось восемь предметов собрано здесь да да а это что да это же мой двор вот он в окне мне хотят сказать что там во дворе есть проход подождите подождите так восемь предметов здесь семь предметов здесь остался всего один всего один и он должен быть в этом самом проходе конец близок да двери наружу есть я выхожу и о чудо дом не растворяется в воздухе да все определенно идет как надо а вот и заветный путь на свободу свобода оказалась мрачноватой я знал что здесь надо быть внимательнее но вокруг стояла такая тьма что я еле видел куда мне идти впрочем скоро я набрел на свет фар похоже кто-то повернул не туда а радио в машине играла знакомую песню я даже не удивился тому что она играет именно здесь в этом моде ей здесь было самое место хобби а драку тюрьм пара тюрьм тюрьм пройдя вперед я увидел что машина немного не доехала до заправки шелл у которой весьма символично не горела первая буква Заправка была пуста Я попытался съесть хот-дог, но не получилось Зато получилось наконец найти последний предмет Джойстик от древней приставки Потом я зашел в туалет Ну, куда же здесь без этого И вышел снова в доме Сперва это показалось странным Но проверив зазеркальные предметы Которым теперь добавился джойстик Я понял, зачем меня сюда вернули Вторая картина в зеркальном доме Тоже теперь указывала на какое-то скрытое место Похожее на костер поблизости от заправки Мне надо было вернуться Или же в зеркальном мире была своя заправка Да, действительно Чувствуя себя настоящим гением Я бодро приближался к заветному месту Я чувствовал, что все скоро должно закончиться Заправка здесь почему-то выглядела несколько печальнее А там, где в обычном мире лежал джойстик Здесь был запас ракет И тут у меня начали закрадываться некоторые подозрения Возможно, мне предстоит сразиться с финальным боссом Впрочем, я был к этому готов Ничто теперь не могло меня остановить Я увидел автобусную остановку с другой стороны заправки А дальше из леса поднимался столб дыма Я не сразу его заметил и сперва прошел мимо Но вот, наконец, момент истины То, ради чего я выдержал столько надругательств Над своим мозгом Я нажал на вырезанное в дереве сердечко И шагнул на берег моря Что дальше? Идти было особо некуда Я обошел вокруг пальмы И понял, что это лишь декорация И не только пальма Весь морской берег оказался фанерной декорацией Как будто я на съемочной площадке Шум прибоя звучал из магнитофона А режиссерская хлопушка выключала свет Больше я не увидел ничего В недоумении я открыл карту И понял, что надо мной опять злостно Пошутили Секрет найден не был А какого хрена? Сперва я не хотел сдаваться Я загрузил последнее сохранение И побежал из-за зеркаля В обычную версию леса Там тоже нашелся тот самый костер Но никаких проходов возле него не было И тогда у меня Бомбануло Я вернулся в дом И в очередной раз его сжег Отчасти со злости Отчасти в надежде, что может быть сейчас Что-то каким-то чудом поменяется Чуда не произошло Сгоревший заброшенный дом все так же В конце концов провалился сквозь землю Но вот проход в заборе Который вел на заправку Сохранился Только Сама заправка куда-то подевалась А вместо нее оказалось Надгробье С QR-кодом Мой телефон не захотел его сканировать Но некоторые манипуляции со скриншотом А, кого я обманываю Я просто нагуглил Короче, эта ссылка ведет На выложенную кем-то в гугл доке Страницу с некрологами Посередине красовалось фото некоего Стивена Нельсона Того самого, кто был указан Как автор мода И если верить дате То выходило, что автор Благополучно скончался Задолго до того, как выложил свое Творение Логично Не правда ли? На этом месте у меня второй раз бомбануло Я вышел из игры И несколько дней к ней не возвращался Я был готов все-таки посмотреть Чье-то прохождение Или прочесть Вики Чтобы отыскать этот долбанный секрет Я даже подозревал Там будет написано Что секрет на самом деле нельзя открыть И это просто толстый троллинг Со стороны автора Однако Успокоившись Я решил с этим повременить И сперва все-таки прочесть Выложенный Вместе с игровыми файлами Дневник Возможно там было написано Что-то такое Без чего нельзя пройти мод до конца Среди файлов Кстати нашлась вторая половина Страницы с некрологами И да Это тот самый его друг Такое ощущение Что у них обоих Лица Просто застыли И они всегда фотографировались С одним и тем же лицом Ну или как я и сказал Это на самом деле Творчество нейросети Так вот В дневнике Большинство записей Оказалось про сам процесс Работы над модом Да Слово дом Всякий раз Выделялось Синим цветом Так же как в книге Дом листьев Она явно оставила В душе автора Свой глубокий след Были записи Про то Как игра начинает Овладевать автором И обретать свою волю Но самым Как я подумал Важным Именно для прохождения Были описания снов Большинство сцен из мода Как здесь написано Покойный автор Сперва увидел Во сне Здесь есть сон Про пожар Сон про детский сад Про то Как он тонул в ванне Про зеркало Самолет Аварию И в самом-самом конце Ему приснилось Если коротко Пересказать Вот что Ты сидишь перед монитором И смотришь На все тот же дом Те же комнаты Те же коридоры Это все фальшивка Где нельзя Найти счастье Здесь нет ни радости Ни грусти Только пустота И в этой пустоте Ты проведешь дни Месяцы Годы Бегая по одному И тому же кругу Повторяя одни и те же действия И тебе суждено Так провести Вечность А где-то там Далеко Сижу я Счастливый и довольный Потешаясь над тем Как ты страдаешь Пытаясь пройти Мою игру Ладно На самом деле Там написано Немного другое Суть в том Что пляжей Должно быть два Один фальшивый Другой настоящий Но за то Чтобы попасть На настоящий То есть Найти свое счастье По-видимому Придется Побороться Как же именно Туда попадать По-прежнему Было Неясно И вот я снова Оказался У того самого Костра Изучая поляну И про кого это Сердечко С Положим Намекает На Стивена А А Несколько Притянуто Конечно Но может быть Наши два Товарища На самом деле Были Не совсем Товарищами В костре Как будто Что-то Изменилось Что это Ой 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 Внезапно Из костра На меня напал Целый Арчвиль Мне казалось Что я готов Достойно его Встретить Но Скоро стало понятно Что кто-то Слишком сильно Подкрутил ему Здоровье А значит Придется Бежать Ну нахер Попав Через зеркало В обычный дом Я увидел Что тут дела Идут Не сильно Лучше Еле отбившись От монстров Заполонивших Дом Я посмотрел В окна И Лучше бы Не смотрел Но в отличие От неубиваемого Арчвиля В зеркале Против этих У меня Хотя бы Был шанс Я приготовился И Продолжение следует... Проход был Свободен Я уже догадывался Что до костра Тоже придется Пробиваться С боем Но Но К такому Даже я готов Не был Что ж Как сказал Автор В своем Дневнике За счастье Надо Бороться Ух Ух Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Неужели этот день настал? Я не верю Да! Да! Это место! Оно существует! Ой, даже собачка здесь! Ой, какая прелесть! Мои странствия по миру этого проклятого или проклятого дома были окончены. И да, наверное, кто-то ожидал от этого мода большего. И что-то здесь, правда, вторичное и позаимствовано откуда-то еще. Но все же было и что-то подлинное, что заставило автора вложить огромное, тут сомнений нет, усилие в этот мод. Не знаю, сколько правды в описанной истории его создания, но хочется верить, что это помогло автору побороть своих внутренних демонов и обрести покой. И на этой позитивно-закатной ноте нам пора прощаться. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»